Байкал Приток влаги в Байкал остановился, Ангаре понадобилось бы почти 400 лет беспрерывной работы, чтобы осушить его чашу. Площадь водного зеркала Байкала сопоставима с размером Бельгии. Максимальная глубина озера составляет более полутора километров. В Байкал впадает 336 рек и ручьев, но половину объема воды, поступающей в озеро, приносит река Селлинга. Вода уникального сибирского озера считается самой чистой в мире. В его акватории обитают более 2500 разновидностей растений и животных, две трети из которых нельзя найти ни в одном другом водоеме мира. Ежегодно Байкал посещают более полумиллиона туристов со всего мира, и эта цифра постоянно увеличивается. Причем туристическая инфраструктура региона пока не справляется с таким мощным притоком гостей. Главная проблема состоит в том, что до сих пор не налажен вывоз мусора из прибрежных зон. В результате в чистейшие воды ежегодно попадает 35 тонн отходов. Лучшим временем для посещения Байкала туроператоры называют июль и август. В разгар лета температура на побережье может подниматься до 30 градусов. Байкал – горное озеро, которое находится на высоте 460 метров над уровнем моря, поэтому стоит запастись специальными средствами, защищающими от солнечных лучей. За час прогулки здесь можно серьезно обгореть. Вода может показаться холодной для купания, даже летом ее температура на поверхности не превышает 10 градусов. Недельная путевка на Байкал с питанием и минимальной экскурсионной программой обойдется любителям природы примерно в 30-40 тысяч рублей без учета стоимости билетов. Самый бюджетный вариант поездки – просто разбить палатку на берегу. Субтитры создавал DimaTorzok